И на самом деле, в начале я не планировал записывать это в виде видеоролика. Я думал написать об этом в сообществе, да и все. Но мне сказали, Женя, что ты паришься, запиши видеоролик, его больше людей увидит. Действительно, так же оно и есть. Всем ни бага ни лага, зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека, сегодня я хочу вам, так сказать, подвести итоги канала, рассказать о своих каких-то мыслях, да и вообще пообщаться с вами. Буду говорить максимально честно и откровенно, но пытаясь, по крайней мере, никого не оскорблять. Как многие из вас знают, моему каналу 6 лет, и на протяжении всего этого времени я снимал абсолютно разное. Это не касается только разных игр, но и даже разные жанры. Канал называется Жека Дрожа, и как следствие, я снимаю здесь то, что мне нравится, и, так сказать, выплескиваю свое творчество. И это уже ваше дело, любить его или нет, я никого ни к чему не принуждаю. Но так сложилось, что большинство зрителей знают меня именно по Don't Starve. В свою очередь, я, конечно же, не против и безмерно благодарен каждому из вас за поддержку и интерес к моей персоне. На протяжении уже очень долгого времени я в основе своей снимаю только не голодайку. А недавно и вовсе отделил все остальные летсплеи от основного канала. Если кому интересно, ссылочка есть в описании, а вот название канала. Все это сделано из-за Ютуба и его алгоритмов. На фоне гайдов, топов, теорий по не голодайке, обыкновенные летсплеи по другим играм попросту терялись и не находили своей аудитории, что плохо влияло на продвижение канала. Ну и как вы наверняка понимаете, контент по не голодайке не бесконечный. И существуют, так сказать, филерные видео. Без них, как бы говорится, никуда. Некоторые из этих филерных видео откровенный трэш. За это я извиняться не стану. Если вы этого не понимаете, то что с вами поделать? Повзрослейте. Почему я сказал про возраст? Почти два года я живу в Питере. До этого я жил в Крыму. И вот когда я жил в Крыму, в принципе денег с канала мне хватало именно на существование. И я не жаловался. Но вот в Питере уже другой уровень жизни. И денег с канала мне не хватает, чтобы даже банально снимать жилье. Так что жаловаться на то, что я делаю контент, который смотрят, это по меньшей мере глупо. И уже не буду вдаваться в подробности, что производство всего этого контента занимает огромное количество времени. И ни о каком побочном заработке попросту не может идти речь. Да и вообще я не понимаю, почему одни люди донатят другим. Как по мне, это что-то невероятное. И когда мне донатят, я просто офигеваю от происходящего. Что? Но даже мой менеджер по ютубу не раз меня уверял, что мне нужно создать Патреон. Вкратце объясню, что это. Патреон это такая платформа, с помощью которой зрители могут отблагодарить автора платной подпиской на него. Взамен на какие-то плюшки. Все это добровольно, и я был бы благодарен за поддержку, но я никого ни к чему не принуждаю. Окей? Не подумайте, что я у вас выпрашиваю деньги. Угу. Просто-напросто все сейчас создают Патреон, и даже менеджер мне советует создать. И я решил просто-напросто попробовать. Если что, если захотите вдруг поддержать канал, ссылочка есть в описании. 2018 год был довольно странный. Что бы хотелось сказать по поводу хейтеров и плагиата? Хейтеры, сосите жопку. Как бы плевать на вас и ваше мнение. Угу. Но некоторые из моих зрителей, возможно, знают, что меня изрядно так поливали говном в одной из главных групп по Неголодайке ВКонтакте. Clay Entertainment Don't Starve For Oni. Весь срач был довольно поверхностный. Меня больше удивляла администрация этой группы, не желающая пресечь на корню данное действие. Честно сказать, без понятия, с чем это было связано. Могу только предположить. Возможно, это связано с нехваткой контента на тот момент непосредственно в сфере Неголодайки. И надо было хоть как-то оживить группу. Но мне че, мне не жалко. Срут, значит, помнят. А, и да, для всех хейтеров, кто новенький на канале. Я абсолютно всегда баню тех, кто оскорбляет лично меня. И в очень редких случаях тех, кто оскорбляет мой контент. Так как приходить в чужой дом и срать прям на пороге, это недостойно человека. Так делают животные. Так что, пшли нахер. И, кстати, бан на ютубе работают довольно прикольно. Дело в том, что если вы все-таки решились перейти в кланы хейтеров и одеть на себя корону из говна, ютуб с вами поступает очень забавно, когда вас банят. Все гневные комментарии и дизлайки, которые вы ставите, видите только вы сами. Так что, живите там в этом болоте и процветайте. Бывает, что меня обвиняют в плагиате. Ну, в плане, действительно, бывают очень странные совпадения. Совпадения не думаю. Оправдываться не буду. Скажу, что это действительно совпадение. А еще есть такая фигня, как идея. И она может прийти нескольким людям одновременно. Учитывая то, что источников, откуда брать информацию и вдохновение, не так уж и много. Это группы, википедия, возможно, арты. Но бывают совсем уж смешные предъявы. Буквально вот по нарезке, которая вышла пару дней назад. Дорогие мои сурки. Не стек придумал делать нарезки. И не фантомасик придумал делать фотошопные картинки. Угу. Мне на серьезных щах предъявили, что я посмотрел гайд фантомасика, как делать картинки и сделал такую же. Во-первых, я работаю в фотошопе. Я посмотрел потом этот гайд у фантомасика и он пользовался совершенно другой программой. Во-вторых, я фотошопил картинки еще задолго до этого. У некоторых, походу, память, как у золотой рыбки. А вот по поводу нарезок, я лично не люблю делать нарезки. Не потому, что не умею. Умею. Потому что это немножечко другой контент. С самого начала, как я стал снимать Неголодайку, я сразу понял, что это за игра. Это игра про выживание. В отличие от того же Майнкрафта, если ты умер, то ты умер перманентно. И все. Надо начинать сначала. Соответственно, как я это видел, раз вы видите весь хронометраж и я ничего не вырезаю, то ко мне никаких не может быть предъяв, что я честно или нечестно открыл того или иного персонажа или сделал то или иное действие. И так оно и есть, я этим могу похвастаться. Все мои летсплеи на канале отображают, что я делал это самостоятельно, без использования каких-либо читов. Я сейчас не говорю, что какой-то из ваших любимых ютуберов использовал читы, чтобы пройти. Это не мое дело, это их личное дело, если это так, то окей, мне реально пофиг. Я говорю лично за себя. Как говорится, мои руки чисты. И вы знаете, даже немножко грустно, что в основе своей Тонстар у нас перетек в то, что сейчас он является попросту развлекательной игрой. Нету вот того самого выживания. Это даже немножко грустно. Но окей, раз никому сейчас не нужны обыкновенные летсплеи и показывать, что ты действительно можешь выживать или справляться с теми или иными трудностями, то по всей видимости придется делать нарезку. Чисто от себя могу сказать, что я читерить не буду, но кого это интересует, вам же интересны просто нарезки. Да, могу честно сказать, что я попытался воспроизвести то, что делают эти оба человека, соединив, так сказать, их контент вместе. Протестить, как это зайдет на моем канале. Потому что если это вызывает интерес у человека, то почему я должен не делать этого? Ну а о ютуберах чуть позже, ребят. Официально хочу заявить, что ни к одному ютуберу я не испытываю ненависть, вопреки странному мнению, что я кого-то из них ненавижу. Более того, я некоторых из них даже уважаю. И сейчас я расскажу вкратце о тех ютуберах, которые, возможно, именно ты смотришь. С уверенностью могу сказать, что на русском ютубе я один из первых, кто начал снимать неголодайку на постоянной основе. И прежде чем спорить со мной, посмотрите дату публикации первого ролика. Спустя несколько лет после этого, когда анонсировали Don't Starve Together, я решил найти людей, у которых такие же вкусы, как у меня. Ну, чтобы, так сказать, цеперить коопчик. Тогда я нашел Скива Experience Game, Виталю Вульферингейм и Ваню, он же пират. У них у всех было подписчиков меньше, чем у меня. Для меня это был важный критерий. Потому что до этого я пытался предложить кооп тем, у кого было больше подписчиков, но как-то никто не соглашался. Причем даже разница была в 100 подписчиков, прикиньте. Да и попросту сам хотел помочь тем, кто только начал развиваться. Да признайся уже, что было просто меньше шансов, что они откажут тебе в коопе. Возможно. Но так уж сложилось, что первый свой кооп по неголодайке я записал не с этими ребятами, а с каналом Бигун Ченнел. Его мне посоветовал один из подписчиков, и я попросту написал и предложил. Мы тогда запилили парочку роликов. Насколько я сейчас знаю, парень забросил свой канал. Очень жаль. Кстати, о ютуберах, которых советуют подписчики. Некоторые из вас наверняка видели наши кооперативы с Артемом и Виталией. Ну, со Скивом и Вульфериным. Но, по всей видимости, некоторым из моих подписчиков захотелось какого-то разнообразия, и мне реально не раз, примерно с год назад, советовали другого ютубера, с кем бы записать кооператив. Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос. Честно сказать, русский ютуб я смотрю мало. И, соответственно, не был в курсе, кто такой Некрос. Кто не знает, этот человек снимает тоже летсплеи. На абсолютно разные тематики. Но, когда я перешел на его канал, увидел, что он тоже снимает Неголодайку. У него было подписчиков больше, чем у меня, на тысяч, так примерно, 50. Ну, и я решил предложить кооператив. Думаю, раз подписчики предлагают, значит, нормальный человек, да? Я не хочу ничего против него сказать. Возможно, у него действительно были на то причины. Но он мне практически сразу отказал в кооперативе, сказав, что, блин, я уж не вспомню дословно, но что-то типа, не планируется пока что кооперативы. И меня дико улыбнуло, когда буквально через месяц он начал летсплей по Неголодайке. Шикарно. Ну, не нравлюсь я тебе лично. Скажи. Позже мы, конечно же, с ребятами записали не один кооператив по Неголодайке, чего стоит наша хотя бы Неголодающая Троица. Кому интересно, ссылочка в описании. Но как-то со временем мы стали писать все меньше и меньше кооперативу. Хотя и до сих пор общаемся и иногда обсуждаем какие-то новости. Были каналы, которые появлялись, но от малого отклика своей аудитории попросту уходили в никуда. Это я сейчас про максимум хардкор. Ну и, конечно же, были те, которые делали правильные вещи и делали их вроде бы даже хорошо. Это я про Фантомасика. Странные дела, кстати. Мне все чаще и чаще в последнее время стали говорить, что Фантомасик меня ненавидит? За что? Знаете, сам Фантомасик у меня не вызывает, ну, абсолютно никаких эмоций. Я к нему обычно отношусь, как к обычному человеку. Меня вот больше раздражают его некоторые подписчики. Господи, что ты сделал? Скажет, что ты обсираешь Фантомасика. Че? Подписчики. Некоторые подписчики, которые появляются совсем с детскими предъявами от лица Фантомасика. Как будто я звание в Дискорде украл. Вкратце расскажу для тех, кто вообще ничего не понял. У меня есть Дискорд, Дрожа Стрим. Если что, ссылочка есть в описании. Так вот, не я его создатель. Мне попросту помог мой знакомый. Ну и так как он был создателем, он решил себе сделать определенную уникальную роль. Назвал себя Смотритель. И вот в один прекрасный день пришли эти хомячки и начали меня упрекать, что я стырил вот это вот название Смотритель у Фантомасика и сделал такую роль. Название украл. Вы ебанулись там? Стэкплей. Первый раз, когда мы познакомились, я его пригласил на сходку ютуберов, чтобы записать ивент по неголодайке. И вы знаете, он всех подвел. Он не пришел. Более того, он даже ничего не написал, что опоздает или так далее. Честно сказать, я тогда был безумно зол. Ну в плане, чувак, ну кто так делает? Мы же вроде как договорились. Ну я человек отходчивый и со временем попросту забил на это. И вы знаете, пообщавшись с ним поближе, могу сказать, что вообще нормальный чувак. Он, кстати, один из первых, кто согласился на мою хреновую идею создать викторину по неголодайке. Причем у меня была идея опрашивать ютуберов. Но по итогу не набралось нормальное количество людей, и вся эта идея вылилась в викторину по неголодайке. Если не смотрели, то где-то должна быть у вас ссылка, смотрите. Про более популярных ютуберов типа Юджин Сагас или Брендит мне, естественно, сказать нечего. Я с ними никаких контактов не имел и ничего ни хорошего, ни плохого говорить не стану. Но в соответствии с тем, что я знаком практически со всеми людьми, которые на постоянной основе делают контент по неголодайке, естественно, бывает, что у нас перекликается контент. Это же логично. Контента по неголодайке не так уж и много, это вам не огроменная вселенная. Тут развернуться особо не получится. Я дико проорал, когда мне прилетели предъявы. На мой видеоролик разбор трейлера Don't Starve Hamlet. И что, мол, я у Артема, Experience Game, украл идею. Идею, б***ь, украл. Когда сказал, что руины похожи на Айзека. И даже человек не посмотрел, что у нас видеоролики вышли. С разницей в полчаса. Да, ведь за полчаса можно написать звук, смонтировать видео, залить видеоролик, склепать картинку. Пф, на езах вообще. Ну и подытожим. Я просто захотел вам рассказать и, возможно, прояснить некоторые аспекты жизни канала Жека Дрожа для, действительно, подписчиков канала. Естественно, я не все рассказал о том, что происходило с каналом за все эти 6 лет. Да и стоит ли поливать грязью людей, которые, с моей точки зрения, неправы, но... С их стороны, возможно, смотрелось все под другим углом. И, возможно, некоторые из вас скажут, что я засрал некоторых ютуберов, но это не так. Ты ошибся. Я, на самом деле, сделал куда хуже действие. И вот когда, знаете, сейчас очень популярная тема засирать других ютуберов. Они вместе так цапаются между собой, пилят каждый ролик на друг друга, чтобы хайпануть, как сказать. Когда ты бомбишь на зрителей, это никому не интересно. Кто такой зритель? Просто какой-то иллюзорный человек? Это же не ты конкретно, да? Это ты всегда знаешь, что это кто-то другой. А вот если бы я обсирал конкретно какого-то твоего любимого ютубера, нам бы уже было бы интересно, что же он ответит. По итогу, как вы понимаете, данный ролик не хайповый и не создавался ради хайпа. Мне просто хотелось высказаться. Да и ничего плохого тем людям, которых я упомянул в течение этого всего видео, я не желаю. Не таите злости на других людей, она же вас и сожрет. Будьте терпимее друг к другу и не голодайте.